Как вам известно, Соединенные Штаты Америки считают, что вы вооружаете сепаратистов, и что вы поощряете их, и вы используете вооруженные силы России, чтобы подлить масло в огонь этого конфликта. И многие обеспокоены тем, что это может привести к новой холодной войне. Холодная война приводит не локальные конфликты, а глобальные решения. Например, такое, как выход Соединенных Штатов в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне. Это действительно шаг, который толкает всех нас к новому витку вооружения, потому что он меняет глобальную систему безопасности. Что касается региональных конфликтов, то где бы они ни происходили, почему-то противоборствующие стороны всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда где-то находят оружие. И это также справедливо и для восточных регионов Украины. Что бы я хотел сказать? Я хотел бы сказать, что если сегодняшняя ситуация будет решаться политическими средствами, то никакого оружия здесь и не потребуется. Но для этого нужна добрая воля и желание вести прямой диалог. Чего мы не можем, и мы будем этому способствовать, с чем мы никогда не согласимся? С тем, что кто-то, с кем-то, где бы это ни было, будет разговаривать с позицией силы, сначала с помощью полиции или милиции, что называется, потом с помощью специальных служб, потом с помощью вооруженных сил. Ведь до тех пор, пока подразделения армии и так называемые батальоны, националистические вооруженные формирования не появились на этих территориях, там не было никакого оружия. И не было бы, если бы с самого начала пытались решать вопросы мирными средствами. Оно там появилось только после того, как людей начали убивать с помощью танков, артиллерии, систем залпового огня и авиации. И там появились те, кто сопротивляется. Как только будет предпринята попытка политическими средствами решать вопрос, там и оружия этого не будет.